Добрый вечер! Вы смотрите новости МТРК. И сегодняшний праздничный выпуск проведу я, Жан Сулута Стемирова. Казахстан. Сегодня столице нашей республики исполняется 20 лет. Свой день рождения отмечает и глава государства Нурсултан Абишевич. Ему 78. Именно Ельбасе в 1997 году предложил правительству переехать из Алматы в Акмолу. Это решение подарило Казахстану новую и процветающую столицу. Как отпраздновали историческую дату в Северном Казахстане узнаете прямо сейчас. Ее день рождения отмечает вся страна. Сегодня столице Казахстана исполнилось 20 лет. На главной площади Петропавловска говорят о достижениях Астаны. Всего за два десятилетия из провинциального городка она превратилась в стремительно развивающийся мегаполис. Это особый день в истории независимого Казахстана. Этот праздник давно ставший всенародным. Ровно 20 лет назад состоялось историческое событие перенос столицы. Это дата, которая надолго останется в памяти каждого казахстанца. В 1997 году президент нашей страны Нурсултан Назарбаев принял решение о переносе столицы из Алматы в Акмолу. Самому грандиозному на постсоветском пространстве мегапроекту суждено было стать успешным. И в этом есть большая заслуга североказахстанцев, отметил глава региона Кумар Аксакалов. Врачи, педагоги, заводчане, госслужащие, предприниматели. Самых преданных своему делу отметили высокой наградой – юбилейной медалью за подписью президента страны Нурсултана Назарбаева. Это вторая юбилейная награда Анатолия Рафальского. Первую главный врач Таиншинской районной больницы получал на десятилетие столицы. Кстати, с ней его связывают незабываемые студенческие годы во время учебы в мединституте. Да и сегодня Астана занимает особое место в его жизни. Она по-новому родилась, современная. Мы часто бываем в столице уже по линии учебы. Там мы совершенствуемся. Новые методики, новые реформы всегда идут с нашей столицы. Это очень приятно, символично. И дай Бог, чтобы это было столетиями. Вместе со столицей свой день рождения отмечает сегодня и глава государства. Нурсултану Абишевичу исполнилось 78 лет. Североказахстанцы сделали Ельбас-подарок. Городской парк переименовали в парк первого президента. После реконструкции сюда вдохнули новую жизнь. Особенно заметно это в праздник. Каждый отмечает его по-своему. 6 июля. Теперь особенная дата для Алибека и Динары. После долгих лет совместной жизни они решили узаконить свои отношения. Выбрали именно этот день. Верят, что их союз будет таким же процветающим и успешным, как столица Казахстана. Поздравил молодоженов Акимобласти Кумар Аксакалов. Страна развивается. Время не стоит на месте. Мы на этой центральной площади уже на будущий год, наверное, в это время, как раз-таки откроем такое очень красивое дворец-борокосочетание. Всех хочу еще раз поздравить с замечательным событием в вашей жизни. С праздником. Живите долго. Нарожайте много детей, внуков. И вместе будьте всегда. А вот спортсмены посвящают столице свои рекорды. Это любимая площадка ребят, которые занимаются стрит-воркаутом. Иначе говоря, уличной гимнастикой. Она сейчас набирает популярность среди молодежи. Лидер движения Азат Абдрахманов попросил Акимобласти установить здесь освещение и поменять асфальт. И, если возможно, сделать еще несколько таких площадок в разных районах города. Тем временем на главной площади продолжается веселье. Виновница торжества за 500 километров от нас. Но на атмосферу праздника это не влияет. Поздравляем всех горожан с этим праздником. Хорошо отдыхается. Все красиво здесь оформлено. Хорошо все организовано. Мы очень довольны. Ты знаешь, у кого сегодня день рождения? У нашего президента и у нашей столицы. Что пожелаешь? Чтобы всегда было счастье, добро. И чтобы всегда веселее было. Процветание и самое главное здоровье нашему президенту. Огромное. День его до 100 лет. День Астаны. Сегодня день рождения моей мамы и президента. Я желаю им здоровья, счастья и добра. И это только начало праздника. День рождения Астаны. Североказахстанцы будут отмечать три дня. Концерты, конкурсы, ярмарки. Подготовлена увлекательная программа. И все посвящено ей. С днем рождения, столица. Жан Слуто Стемирова, Рустам Плеужанов. Новости МТРК. Молодежный флешмоб и фестиваль казахской культуры прошли в Петропавловске в День Астаны. Организовали его представители казахского этнокультурного просветительского центра УРПАК и областной ассамблеи народа Казахстана. Кристина Горбаченко была на празднике. День Астаны. Кстати, девушки не только в казахских костюмах, но и узбекских, корейских, таджикских. И вот все вместе кружат под единым шаныраком. Так языком танцев молодежь показывает дружбу народов, толерантностью и славится наш Казахстан. Сегодня в День рождения столицы организовали фестиваль, чтобы еще раз показать, насколько богата культура нашей страны. Наша главная цель заключается в том, чтобы празднуя 20-летие Астаны, мы ощутили те годы, когда мы вкладывали жизненные силы и энергию в то, чтобы наша Астана состоялась. Если Казахстан является сердцем Евразии, а Астана находится в сердце каждого казахстанца. Давайте будем жить, давайте будем трудиться ради того, чтобы на основе казахской культуры, чтобы на основе идеологии Ассамблеи народа Казахстана мы всегда были под мирным шанрахом. Также для зрителей выступил фольклорный ансамбль «Алкиса». Артисты играли на народных инструментах известные произведения казахских кюйши. А возле областной библиотеки организовали литературно-музыкальную площадку «Юбилей моей столицы». Все желающие могли у микрофона прочитать свои стихотворения, признаться в любви к столице и своему городу. Не упустила шанса и Алевтина Онищенко. Шумит и шиль, под солнцем серебрится, глазами голубыми посельки глядят, в синем небе поют, щебечут птицы, куда-то вдаль далекую летят. Пенсионерка с удовольствием делится своим творчеством с жителями любимого города. Я рада, что я могу городу принести какую-то малую толику, лепту, уже находя в своем статусе пенсионерки. Ну, люблю свой город. Вот о нем сегодня читала стихи о городе, о прекрасном городе. Ну, он даже, это стихотворение, оно подходит для любого города, если ты его любишь, если он действительно красив. Здесь же можно было сделать снимок с тематической фоторамкой и посмотреть выставку журналов и книг. Организаторы представили 80 изданий об остании. Все они этого года выпуска. Поздравляю с Днем города, День столицы. Город очень развивается, очень хорошо, очень перспективный город, красивый. Жителям столицы также желаю всего хорошего. И сегодня нашему президенту тоже счастья, здоровья и успехов. Астана является одной из молодой столиц всего мира. За эти 20 лет в нашей столице произошло очень много событий. Мы являемся тому свидетелями, потому что каждый север-казахстанец, каждый казахстанец вносит свою частичку в становлении сильного и независимого Казахстана. Не менее красочно празднуют День столицы в районе Шалакына. Там открыли новый сквер Астана, а также отметили заслуги тех, кто внес свой вклад в развитие региона. На праздники побывала наша съемочная группа. Алина Бржанова продолжит. Большой, просторный и зеленый. По инициативе Акима района Нурлана Исимова на месте пустыря обустроили небольшой парк для отдыха сельчан. Сквер Астана – подарок землякам в честь юбилея главного города страны. Благоустройство наших населенных пунктов, Сергеевки и сельских округов является первостепенной задачей местных исполнительных органов. И по поручению Акима области мы сегодня открываем этот сквер. Я надеюсь, сегодняшняя аллея станет излюбленным местом для жителей нашей Сергеевки. Украшает сквер – копия главного монумента страны Байтирек. Семиметровая конструкция уступает по величию оригиналу, но уже полюбилась сельчанам. Каждый спешит сделать фото с новой достопримечательностью. С точностью повторить все элементы сооружения удалось Владимиру Даниленко. Говорит, проект был непростой, но его команда отлично справилась. Сперва бумажный был эскиз, грубо говоря. Потом уже давай фотографии высматривать. Потом в интернете все просматривать. Материал пришлось нам в город возить, перегинать, все выгинать делать, чтобы это эстетично выглядело. По работе, по времени, полтора месяца у нас ушло. С утра до ночи. Работали, работали. Еще одно новшество – акция «Именные лавочки». Ее в конце июня запустил глава района. Чиновники, депутаты, сельхозтоваропроизводители за счет собственных средств устанавливают такие скамейки по всему городу. Это поможет сэкономить бюджетные деньги и обустроить райцентр в едином архитектурном стиле. А в это время праздничная программа развернулась на главной площади Сергеевки. По традиции, в День столицы чествуют тех, кто внес свой вклад в развитие региона и страны. Это ветераны труда, народные избранники, лучшие работники сельхозпредприятий. Астана – это пример для всех. Это не только для Казахстана. Она в мировом масштабе сегодня отмечается, какими темпами быстро развивается. Она тоже нас призывает, чтобы мы не отставали, дальше развивались и благоустраивались. Скромно спешит за наградой многодетная мама Асимгуль Кокебаева. С мужем они воспитывают пятерых дочек и сына. Сегодня на ее груди появилась ценная награда – кумы Салка. Многие думают, что воспитывать так много детей сложно. На самом деле это не так. Настоящая мама всегда чувствует, что нужно ее ребенку. Знает, что будет для него лучше. К тому же старшие дети очень помогают. Приятно, что государство не забывает о нас. Почетные грамоты от главы области Акима района, медали за добросовестный труд, благодарственные письма. Всего в этот день отметились заслуги 12 шалакэнцев. А для всех остальных сельчан – в подарок песни и танцы от лучших творческих коллективов. И, конечно, все они посвящены юбилею нашей молодой столице. Наша столица очень юная, всего 20 лет. Поэтому самое главное – процветание всем казахстанцам, здоровья, благополучия, достатка. Чтобы наш Казахстан вышел вперед-вперед на мировом уровне. Мира, счастья, любви, здоровья, всего самого доброго. Астана – это гордость нашего Казахстана и центр нашей общей цивилизации. Я люблю этот город. Всем крепкого здоровья и всего самого наилучшего. Алина Баржанова, Адиль Нуржанов, новости МТРК. Отметим День города с торговой маркой «Три желания». Компания приглашает всех жителей вместе отпраздновать День столицы в воскресенье 8 июня. Начало в 12.30. Место встречи – площадь напротив Бюста Шаталову. Здесь пройдет концерт. Артисты филармонии исполнят любимые композиции 80-х и 90-х. И, конечно же, по традиции организаторы проведут интересные конкурсы с розыгрышем призов. Также петропавловцы и гости города смогут продегустировать вкуснейшие соусы от торговой марки «Три желания». И мы продолжаем. Ей посвящают песни, стихи и рекорды. В юбилей столицы в парке Первого президента и на улице Конституции Казахстана Петропавловцы могли найти занятие по душе. Поиграть на любимом музыкальном инструменте, забить гол, нарисовать Астану. Кто-то и сам становился объектом арт-искусства, как моя коллега Александра Салмина. Хоть своими глазами юный музыкант Макжан Толибай не видел чарующей красоты столицы, она его вдохновляет. Вместе с отцом он пришел сегодня на фестиваль хобби и развлечений, показать, как виртуозно играет на дамбре. От любимых национальных мелодий к необычным ирландским. Музыка сегодня звучит в разных уголках парка. Наполняет его своей неповторимой атмосферой. В тени деревьев творят и художники. Это непростая раскраска для детей. Пока абстракция, но если соединить все детали, получится волшебная картина. На ней Астана, яркая и красочная. Такой ее видит и Даша Шевченко. Из главного города страны она вернулась вчера, участвовала в конкурсе. Бывала там и раньше, но эти три дня в столице особенно запомнятся. Мне Астана еще больше понравилась, так как мы гуляли по Астане, мы ее рисовали. Она очень задевающая, она яркая, красивая. Архитектура, она необычная. То есть нигде еще пока что я не видела такую архитектуру. А самое главное – это город мира и добра. Американцы, китайцы, россияне. Астана рада и принимает всех, говорит юное дарование. Об этом и ее работа. Кстати, здесь художники учат рисовать и делать поделки. Астана в сердце. Сегодня своей любовью к столице хочется делиться со всеми. Тематический аквагрим – отличный способ. Здесь и слов не нужно. Краски для боди-арта и немного фантазии. И вы не только настоящее произведение искусства, но и живая поздравительная открытка. Спасибо большое. Яркое фото на фоне главных символов страны. Талантливые ребята организовали в парке фотозону. А еще они посвящают столице свои спортивные рекорды. Алексей Тимохин, например, гол в ворота соперников. Шах и мат от любителей интеллектуальных игр. Победа в эстафете от этой дружной команды. Причем стать ее частью может каждый желающий. А у памятника Шаталову маленькие артисты дарят зрителям хорошее настроение. Североказахстанцы радуются этому дню. И говорят друг другу и молодой столице теплые слова. Люди все в восторге. Здесь и 20-летие столицы нашей. Мы поздравляем. Пусть процветает. Это визитная карточка нашего Казахстана, Астана. Поэтому всем казахстанцам настроение, здоровье. Здесь нам пенсию еще подтянули хорошую. Мы ходим с прекрасным настроением. Поздравляем вас всех с праздником. Здоровья, счастья, успехов во всем. Президенту большое спасибо, что он нашу Казахстан на весь мир прославил. И сейчас весь мир его узнает, что у нас есть Казахстан, страна молодая, просветающая. Александра Салмина, Адиль Нуржанов, новости МТРК. Продолжились массовые гуляния на главной площади областного центра. В день рождения столицы в Петропавловске прошел фестиваль молодых исполнителей «Ельджирега Астана» и «Астанафест». Подробности в следующем сюжете. Этот молодой перспективный город стал визитной карточкой Казахстана. Однажды, побывав в Астане, хочется возвращаться туда снова и снова. Любовь к столице поэты и композиторы выражают в своем творчестве. Фестиваль молодых исполнителей. Здесь около двух десятков посвятили юбилею столицы. Петропавловцы и гости города с удовольствием им подпевают. Дополняют праздничную атмосферу, мелодичные ноты и проникновенные тексты песен. Я патриот своего народа, Казахстана Великого. Творчество – это не только одному человеку дарено. Ее нельзя душить внутри. Ее надо показать людям и делиться со всеми своей радостью. Порадовала североказахстанцев своим творчеством маленькая звездочка. Обладательница приза зрительских симпатий на международном конкурсе «Новая детская волна-2017». Финалистка проекта «Баллада Усэ» Амина Жапар. Ее голос и энергетика завораживают и жюри, и зрителей. Я пою во всех жанрах, но больше всех мне нравятся патриотические песни. Они мелодические и красивые. Я часто бываю в Астане, я люблю этот город и я поздравляю всех с праздником. Музыка сегодня здесь не смолкала весь день. Вечер – время талантливой молодежи. Они готовы поздравлять столицу по-своему креативно и зажигательно на Астана-фесте. Гостями сегодняшнего фестиваля является шоу барабанщиков, которые приехали к нам из города Тюмень. Такого в нашем городе не было. Думаю, что сегодня получится отличное мероприятие, которое понравится всей нашей молодежи. Граффити, рыцарские бои, уличные танцы – зажигательная программа шла до самой ночи. Алина Боржанова, Ксения Куценко, Диль Нуржанов, Новости МТРК. И на этом мы завершаем наш праздничный выпуск. Всего доброго, хороших выходных! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!